Вот возвращаясь опять-таки к нашей теме, к утреннему ритуалу приветствия, ну вот как бы вы разные приходите, и у каждого есть как бы свои переживания. Для того, чтобы работать в группе, и для того, чтобы воспринимать материалы, и для того, чтобы практиковать, группа должна быть не слишком возбуждена, и она не должна быть астеничной, без потери энергии. И по большому счету, некоторые приходят в большой силе, и их прет. Некоторые приходят, ну принесли тело. Просто принесли тело. Еще шевелятся, так сказать. И утренний ритуал приветствия, это просто выровнять энергию группы. Вот вы понимаете? Выровнять. И вот этот утренний ритуал приветствия, конечно, он имеет свою внутреннюю глубину. Вот, и сама по себе практика, она была придумана 25 столетий назад. Вот, и Будды Шакьямуни было 42 года. Вот, он собрал огромный ретрит в сезон осенних дождей, вот, в Оленьем парке близ города Сарнатха. Вот, и по мифу собралось то ли 300, то ли 3000 человек. Вот, и, но людей было очень много. Вот, и когда он посмотрел на эту толпу, он понял, что он не сможет уже быть гуру традиции. А гуру традиции набирает всегда столько учеников, которых может в прямом контакте учить. Вот, и, вот, когда им было 42 года, как раз он и дал две практики. Это практика Убипассаны, вот, прямой самостоятельный путь просветления, пробуждения, практика внимательности. Вот, и вторую практику, которую он дал, это он дал ритуал приветствия в Сангья. Вот, изначально, изначально, вот, сам ритуал, сам ритуал, он был обозначен, обозначен, как внутренний ритуал для Сангьи, для монахов буддийских, поклонения Будде. Вот, и в 42 года Будда уже дал проповедь о Тадхагата Готра Габхе. Вот, это теория, концепция о том, что в каждом человеке есть буддовость, есть природа Тадхагаты. Тадхагата, вот, вы, наверное, знаете, что, как бы, во всех мировоззрениях и в христианстве до 10-го столетия существовала теория кармы и теория множества рождений. Вот, и карма, это закон, закон действия и воздаяния. Вот, и каммы и випаки, взаимосвязь между действием и следствием, если говорить на европейском языке. И все живые существа, начиная, извините меня, от кишечных палочек, которые отравили, значит, вот, Володю, и заканчивая самим Володей, и в том числе огромным количеством, там, богов, там, демонов, там, нараков, там, претов, все, что существует живое во Вселенной, оно существует внутри кармы, внутри закона кармы. И ты получаешь столько благодати, сколько ты заслужил, и наказания столько, сколько ты заслужил. И это касается в том числе и богов. То есть, карма есть у Кришны, карма есть у Брахмы, карма есть у Шивы, у всех есть карма. И единственное существо, у кого нет кармы, кармы нет у Тадхагаты. Тадхагата, это тот, который приходит и уходит по своей воле. Он может воплощаться, может не воплощаться. Вот, он может гулять по Вселенной, по всем шестью, семи, восьми локами, по своей воле. Не потому, что над ним давлеет закон, а потому, что у него есть свободный выбор. Вот, Тадхагата, это существо выше богов. Почему? Потому, что он не находится под законом кармы. Он живет из своеволия. Вот, и Тадхагата Готара Гарбха, это теория о том, что в каждом человеке есть потенциал свободы. Вот, потенциал Будды. Вот, а для того, чтобы стать Тадхагатой, надо пережить нирвану. Вот, большое просветление, большое пробуждение. Вот, и, по большому счету, вот, утренний ритуал при жизни, это поклонение природе Тадхагаты внутри тебя. Вот, и вы должны понимать, что это не поклонение Духу, не поклонение Богу, но большему, чем Бог и Дух. Вот, вы понимаете? То есть, предельная свобода чистоты сознания. Вот, предельная свобода Алла и Вичняния, чистой энергии сознания. Вот, и, но в силу того, что эта природа у вас существует, вот она существует, это является фактом, который, так сказать, понял и осознал когда-то Будда. Вот, и вы должны понимать, что природа Тадхагаты, это не Атма, это не душа. Это не душа, а разум христианская. Это не божественная искра христианская. Это глубже и еще чище, чем это. Вот, и, что, почему? Потому что Яхве находится под кармой. Вот, это Бог находится под кармой. Вот, а, но вот за пределами Богов существует, вот, сущность Тадхагаты, природа Тадхагаты, которая есть в человеке. И Будда считал, что во Вселенной, во Вселенной, возможно, удачное рождение этого тела человека. Почему? Потому что только тело человека имеет во Вселенной, сознание человека имеет во Вселенной природу Тадхагаты. Вот, и, в конце концов, утренний ритуал приветствия, утренний ритуал приветствия, это ритуал, вот, поклонения Тадхагата Готра Гарбхе. Зародышу Тадхагата, вот, вы понимаете? Зародышу природы Тадхагата, которая у вас так-то существует. И вот вы там дышите, и Полина ночью плакала, чтобы, так сказать, ну, вот, трансформировалась для того, чтобы найти свою природу Тадхагаты. И, конечно, она уснула. Почему она уснула? Потому что природа Тадхагата, Готра Гарбхе ей сказала, фигня всем. То феноменологическое санскара. Когда она достигла этой идеи, она уснула. Да, Полин, так и существует. Я так и знал. Ну, вот, вот. Я так и знал. Я же все время присутствую, когда что-то с вами происходит. И в ух шепчу. И сам ритуал, сам ритуал, он удивительно многозначный. Многозначный он, потому что, вот, вот, ну, вот, я вам расшифрую это, чтобы вы не были обезьянами, делали, не понимая, вот, вот, вот. Вы же люди, вот, вам все надо делать со смыслом. А там есть смысл. Вот. Вот эта поза, вот это, это начало. Все начинается с земли, и рука находится на уровне Младхара, вы видите, да? Вот, да. И когда ты делаешь вдох, ты делаешь вдох, ты делаешь еще ритуал, который называется ритуал чакрования. Вот, ты проходишь по всем чакрам, вот, и делаешь вдох. И приблизительно это выглядит следующим образом. Вот этот символ, вот, завершение, вот, этого первого элемента, означает внутреннее, я совершенен прямо сейчас. Я сейчас Татхагата. Вот, вы понимаете? Вот, и я совершен прямо сейчас, и я могу сбалансироваться с тобой, которого считаю совершенным. Вот, и что касается того, что является совершенным, для буддизма, конечно, для буддиста, пробужденного буддиста, единственное совершенное место, которое существует, с которым можно сбалансироваться, это не цукхавата, это не рай, это не божество. Вот, а это Тхармакайя, Тхармакайя, запомнили? Тхармакайя, это место, где живет нирваническое тело будда, нирваническое тело будда, космическое тело буддовости. И вот, раз, Татхагата установил контакт, не с небесами тушитый, вот, там не с цукхаватой раем буддистским, вот, а вот сразу с Тхармакайя, и там, привет. Вот, я Татхагата сконтактировался и наполнился, и сбалансировался с тобой. И, затем, ты делаешь выдох, и выдох, это балансировка со всей продявленной вселенной. Вот, вы понимаете, выдох, вот, 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 все стихии, которые существуют, вся вселенная, которая существует, весь мир внешний, феноменологист, который существует, вот этим взмахом крыла, ты балансируешься с миром. И вот, ты, сбалансированный внутри, вот, Татхагата, сбалансируемый, ну, вы можете не с Тхармакай, там, ну, с христом просто сбалансироваться на всякий случай. То есть, вы можете по мелочи работать. По мелочи просто. Там, с Шивой, там, с Кришной какой-нибудь, ну, привет, Кришна, ну, как бы, могу сегодня с тобой сбалансироваться. Здравствуй, Шива, как у тебя там сегодня дела? Вот, и, и, затем, вот, совершенное существо, сбалансированное совершенством, он балансируется со всем миром. Вот, и, затем, вот, такой вид, весь гармоничный, он принимает руки на масту, вот, и, как бы, принимает руки перед грудной клеткой, Татхагата, перед Анахатой, вот, для того, чтобы поклониться тому, кто такой же, прямо сейчас, вы представляете? Вот, только что он сделал этот ритуал, и вот стоит Татхагата. Может быть, слегка, толстый, может быть, тонкий, любой. Татхагата может принимать любую, даже в очках, может быть. Вот, и, значит, ты делаешь поклон, вот, поклон двух Татхагат. И, затем, затем, две Татхагаты объединяются в дыхание. Вот, и это завершение ритуала, он, наверное, наиболее философичен. Вот, почему? Потому что и в буддизме уделяется внимание, огромное внимание дыханию. Более того, более того, Будда вошел в нирвану, делая ана-пана-сати-йогу. Практику ана-пана-сати-йоги. Наблюдение за дыханием. Вот, просто осознание дыхания. Вот, и, как бы, дыхание является, вот, такими большими вратами к нирване, просветление, пробуждение. Вот, и Будда очень хорошо понимал, что два человека — это разные миры, абсолютно самостоятельные. И у каждого человека свои представления, в том числе о нирване, о восьмеричном благородном пути, о богах, о святости, о доброте, о зле. Миры разные, вот вы понимаете? Миры разные. Смыслы разные, переживания разные, эмоции разные, страсти разные. Вот, и, как бы, то, что два человека обнимаются и дышат вместо, это дух примирения двух миров. Примирение. Вот, как бы, твой бог и мой бог — это одно и то же. Вот, и, такое, вот, вот есть понятие священного брака, да, ирогамии. Вот, это священный брак ирогамии двух миров. Вот, двух миров. Вот, и, вот это дыхание вместе, оно вот сливает, сближает, вот, два больших мира. Так-то бесконечно больших мира. Вот, и затем, затем они отходят, вы, наверное, знаете уже из практики, да, вот, и поклоняются самой идее ритуала. Вот, вы понимаете, не столько другому человеку, а сама идея ритуала. Почему? Потому что, если делать проникновенно этот ритуал, он на самом деле дает просветление. Ну и ладно. Но и сейчас мы, наконец-то, вот, вот, понятно, зачем нужен ритуал. Он нужен для групповой интеграции. И когда ты делаешь этот ритуал проникновенно, ты делаешь настройку. Вот, вот, настройку. Настройку на день, настройку на работу, настройку, в конце концов, но в такое очень крутое измерение своей человеческой жизни. Многих людей невозможно вынести, если в них не видеть потенциала. Этот ритуал, он помогает. Каждому видеть потенциал. И сама идеология этого ритуала, она помогает. Вот, является опорой. Но если...